Хорошее отношение к покупателю заканчивается вместе с его деньгами, а вот хорошее отношение к хорошему бойцу остается даже когда он заканчивает карьеру. Приветствую вас кошерные пельмешки, с вами Федорович, а в этом видео я вам поведаю историю великого, большого или здоровенного Эрика Эша по прозвищу Баттербин. В прошлом видео, которое вы можете посмотреть по ссылке в описании, я вам рассказывал про путь этого колобка-убийцы в боксе, благодаря которым он собственно и прославился. Ведь с его там массой и габаритами и дикого моржа мужик сумел провести 91 профессиональный бой, из которых одержал 77 побед, при этом 58 нокаутом, завоевав славу короля 4-х раундовых поединков. Но, как говорится, рожденный ползать учит летать, а Эрик решил не останавливаться на боксе и попробовать свои силы в ММА. Если тебе плюют в спину, значит ты идешь впереди. Так же и Баттербин 31 декабря 2003 года пошел вперед, не испугавшись насмешек и провала в новом для себя ММА. Да, в принципе-то, чего ему было бояться? Имея рост 180 сантиметров и вес 170 килограмм, он вышел в ринг против мелкого япошки Генки Судо, который весил несчастных 70 кило. Все, что нужно было Эрику, это споткнуться, упасть на Судо сверху и переломать херам все его ребра. Одержав фантастическую победу, сродни с победой кита над пингвином. Но начитавшись искусство войны от Суньцзы, японец имел свой план на этот бой и успешно его реализовал. Эрика не расстроила поражение в первом же бою по ММА, ведь как ни крути, а денег много не бывает. Их или мало, или нет совсем. Поэтому 25 февраля 2005 года пельмень-убийца снова зашел в октагон крушить и убивать против Михаила Бучковича. Это был непростой поединок для обоих бойцов, но все-таки ровный, как кривая береза для зрителей. Работа с дистанцией, клинч и отсутствие партера привели к редкому результату, который, судя по реакции Баттербина, ему понравился. Ничья. Единогласным решением судеб. Чтобы где-то что-то выиграть, прежде всего нужно играть. А чтобы победить в бою, прежде всего нужно на него выйти. В конце того же 2005 года Эрик одержал досрочную победу над Уолли Кинбуном, таким образом подняв свою карьеру и статус до парящего над бездной орла. Так что, будучи морально заряженным, 14 апреля 2006 года крушащий колобок выходит в клетку против 100-килограммового Лео Сильвесту. Но что такое жалкая сотня против серьезной массы? Разве может слон испугаться гориллы? Но в этом поединке Баттербин доказал, что он не просто здоровый слон, а настоящий боевой мамонт. Используя свою боксерскую технику, он просто уничтожил Лео и заставил Рефа остановить бой. Проще заработать хорошую репутацию, чем потерять плохую. А чтобы заработать репутацию бойцу, нужно драться с лучшими бойцами. 21 апреля 2006 года Баттербин посчитал, что уже готов к серьезному сопернику и им стал Аарона Гилера. У этого тигра за плечами было уже 12 побед и всего лишь одно поражение. Так что для пельмеха предстояло серьезное испытание. Тяжелее, чем свариться в холодной воде. Аарон решил работать по старой схеме и думал с дистанции обстреливать Эрика ногами, а сближаясь в клинч пробивать колени. Но этот наивный 110-килограммовый дрыщ не понимал, что броня из сала бетона неразрушима для ударов. Чего не скажешь про башку Агилеры, которая как раз таки рассыпалась от колотушек Эрика. А все это дело закончилось старым добрым размазыванием мелкоты по канвасу. Ведь сала бетон может не только сдержать удар, но и раздавить. Обидно, когда твои мечты сбываются у других, поэтому нужно исполнять их у себя. Как 21 октября 2006 года это сделал Батырбин, порадовав зрителей и воплотив свою мечту быстрой победы против Шона Аухейри. Который, кстати, был двухметрового роста с весом в 120 килограмм и многим казался серьезной оппозицией для колобка. Можно сказать волком, который мог его сожрать. Но колобок-убийца просто потушил этого волчару своими лящами. Классика. Это то, к чему все тянутся, но никто не читает. А вот читать бойца нужно. Чем больше Батырбин проводил в ринге, тем больше к нему адаптировались соперники. Прямо как 9 декабря 2006 года это сделал Роб Броттон. Зная про боксерскую базу и мощные удары кругляша, он не стал идти в обмен, а сразу проходил в ноги и переводил бой в парты. Где Эрик? Выглядел как майский жук, который лежит на спине и не может перевернуться. Вот только Эш не мог перевернуться с живота. Чем и пользовался Роб, обстреливая голову, пока Эрик не сдался. Дайте человеку все, что он желает, и тут же он поймет, что это не все. А сколько бы побед и поясов не получал боец, он все равно желает большего. И это большее случилось 10 февраля 2007 года, когда боевой морж Батырбин сошелся в клетке с психованной гориллой Джеймсом Томпсоном по прозвищу Колосс, который был под 2 метра роста и имел 120 килограмм мышечной массы. Но клетка не качалка, поэтому победа пельмеха Эрика была рекордно быстрой для него, неожиданной для Джеймса и радостной для зрителей. Супермен против Бэтмена, Годзилла против Кинг Конга – все это детский сад по сравнению с тем, что произошло 8 апреля 2007 года, когда боевой пельмень Батырбин встретился в ринге с достойным 180-килограммовым боевым тюленем Зулузинью. Но что поразило всех зрителей больше всего, так это победа Эрика не ударами, как обычно, а болевым приемом на руку, которая у Зулузинью больше, чем ляжка у слона. У всякого безумия есть своя логика, ведь все не то, чем кажется, но и не наоборот. 14 июля 2007 года Эрик вышел в ринг против, казалось бы, обычного бойца Тенгиза Тедорадзе, но оказалось все не так просто. С первых секунд мужики зарубились руками, при этом стало понятно, что Тенгиз в боксе не новичок и тоже кое-что умеет. Он отлично выбрасывал серии и проваливал Эрика на ответных ударах. Мегамасса просто не успевала за подвижным леопардом, который кусал и убегал. Но неожиданно в очередном обмене Тенгиз не успевает отойти, и Эрику удается отличный удар, который заставляет ноги грузина предательски подкоситься, и тот падает на канвас. Бегемотик бросается добивать или давить, в общем уничтожать лежащего противника, но сам подвергает себя казни. Тенгиз поднимается на ноги, чего Эрик, как черепашка на спине, сделать не может, за что получает уничтожающие удары и сдается. Каждая лошадь думает, что ее поклажа самая тяжелая. Каждый человек, что его жизнь самая трудная, а каждый боец, что его противники самые сильные. Но Эрик Эш в очередной раз доказал всему миру, что можно добиться своей цели даже тогда, когда в тебя никто не верит, когда тебе говорят, что ты совершенно к этому не приспособлен, что у тебя плохая генетика, что ты ничего не умеешь и у тебя ничего не получится. А с таким весом можно побеждать разве что бургерные. Этот великий человек дал мотивацию тысячам людей изменить свою жизнь. А благодаря ему десятки тысяч бабушкиных пончиков начали заниматься спортом. Возможно, они сходили на тренировку всего один раз, но все равно сходили. Как ни крути, а в интернетных боях и комментах это точно сделало из них диванных чемпионов. Всего Баттербин провел по ММА 26 поединков, 15 из которых выиграл. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, как вам Эрик и сколько вам еще расти до чемпионского веса. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Субтитры сделал DimaTorzok